Пожар на 9 заводском проезде Произошел сегодня в Барнауле В чем причины и есть ли жертвы С января этого года Пришла в действие новая пенсионная реформа Теперь мужчины выходят на пенсию В 65 лет, а женщины в 60 Также в закон ввели понятие Предпенсионеры Подробнее о них расскажем в выпуске Первый в Алтайском крае театральный перформанс По мотивам спектакля «Бал в совое» Организовал музыкальный театр Действие прошло в гостинице Барнаул 95 миллионов рублей получит Учреждение социальной защиты края На обновление материально-технической базы Соответствующее решение принял Губернатор Виктор Томенко 41 миллион из этой суммы Направят на ремонт домов, интернатов И комплексных центров 30 миллионов на приобретение оборудования И развитие информационных систем Управления социальной защиты На сегодняшний день Министерство социальной защиты Является хранителем персональных данных Более 700 тысяч получателей социальных выплат Еще 20 миллионов направят На приобретение автомобилей Для инвалидов-колясочников Детей с ограниченными возможностями здоровья И пожилых людей Всего в 2019 году Алтайский край получит 17 миллиардов рублей На развитие социальной сферы Постоянное финансирование Наших учреждений Позволяет нам сегодня Не иметь в системе Аварийных, пожароопасных Они все соответствуют Мы сейчас проводим ремонт И отделение милосердий Для того, чтобы все люди С тяжелыми заболеваниями Находились на первых этажах Это важно для эвакуации В случае каких-то нештатных ситуаций С 1 января 2019 года Пришла в действие Новая пенсионная реформа Теперь мужчины выходят на пенсию В 65 лет, а женщины в 60 Также в закон ввели понятие Предпенсионеры И досрочный выход на пенсию С нововведениями разбиралась Моя коллега Полина Жданова Долгие прогулки Ходьба, туризм Людмила Рощик На пенсии не скучает В прошлом спортивный тренер Преподаватель в училище Олимпийского резерва Людмила Николаевна Вышла на пенсию Не в 55 лет, как было тогда положено А в 60 Сама так решила Сегодня ей 67 И она по-прежнему ведет Максимально активный образ жизни Только теперь Помимо спортивной площадки У пенсионера другое увлечение Танцы У меня было спортивное хобби И достаточно высокие Спортивные результаты были Я не могла бросить баскетбол Свой любимый И потом, когда ушла на пенсию Сначала как-то все получалось Сначала отходила там от чего-то Потом еще пришлось поработать И в 64 года Меня привело к танцам В гардеробе Людмилы Николаевны Сценических костюмов Едва ли не больше, чем повседневные одежды Пенсионерка говорит Если не можешь бегать Ходи, не можешь ходить Все равно двигайся Потому что в пожилом возрасте Только активный образ жизни Спасет от обилия болезней Людмила Николаевна считает Что не все рады пенсионной реформе Потому что не чувствуют себя стабильно И боятся в преклонном возрасте Остаться без работы Однако в новом законе Предусмотрено такое понятие Как предпенсионер Это женщина от 55 И мужчины от 60 лет То есть те, кому осталось Доработать до пенсии 5 лет Для них действуют льготы Которые помогут избежать Трудовой дискриминации Так работодатель не имеет Права уволить предпенсионера Без особо веской причины Также он обязан выделить Два оплачиваемых дня На диспансеризацию Удобных работнику Предпенсионеры имеют Льготы по налогу на имущество И компенсацию Санаторно-курортного лечения В сложной ситуации С рынком труда В первую очередь Наши работодатели Я сам переживаю Смотрят Кого отправить На рынок труда Или на свободный Это лиц Предпенсионного И пенсионного Эта мера Защищает Интересы человека Который готовится на пенсию Также есть возможность Уйти на пенсию досрочно Этого могут добиться Те, чье предприятие Закрылось Или попало Под волну сокращений В таком случае Доступен досрочный Выход на пенсию Через службу занятости Населения И получение пособия В размере МРОД Это 11 280 рублей Причиной досрочной пенсии Является и трудовой стаж У мужчин 42 года У женщин 37 лет Также в список досрочников Входят многодетные мамы Которые воспитали Трех и более детей Инвалиды Те, кто работает На Крайнем Севере Опасном и тяжелом производстве Повышать пенсионный возраст Будут постепенно На полгода Каждый год У мужчин Переходный период Растянется до 2028 года А у женщин До 2034 года В ближайшее время Новую реформу Ощутят на себе Мужчины 1959 года рождения И женщины 1964 года рождения Они выйдут на пенсию В 2020 году В 56 лет И 61 год соответственно При этом Те, кто должен выйти на пенсию В этом году И в 2020 Смогут сделать Это на полгода раньше Полина Жданова Сергей Балуев Сергей Седых Новости Подробнее Пенсионную реформу Обсудим в программе Интервью дня Гость студии Управляющая Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации По Алтайскому краю Борис Трофимов Смотрите сразу После выпуска новостей Ну а пока К другим темам Алтайские Справедливоросы Открыли серию Круглых столов У местная инициатива Цель Обсудить с депутатами Муниципальных органов Представительной власти Проблемы на местах И возможные пути Их решения Все подробности далее Пробуксовка Мусорной реформы Предбанкротство Районообразующих предприятий Размещение Вышки мобильного оператора На месте Спортивной площадки И это только Малая часть Актуальных проблем Которые Обсудили Справедливоросы В Бийске Состоялся Первый круглый стол У местная инициатива СР Не только подняли вопросы Но и объяснили Как их нужно решать К примеру Предбанкротная ситуация На Иткульском спиртзаводе Так как речь идет О людях и территориях Эти вопросы Были подняты Справедливоросами На февральской сессии АКЗС У нас Несколько сотен Местных муниципальных депутатов Мы стараемся Чтобы они не чувствовали Себя одинокими И мы Регулярно проводим Различного рода мероприятия Обучающие Либо какие-то Официальные Как раз С депутатами местного уровня Депутатская деятельность Это прежде всего Общественная деятельность Они же Не профессиональные депутаты Они профессиональные законотворцы И они все Объединены одной целью Помогать гражданам Защищать их права И решать Проблемы местного значения Не менее эмоциональный вопрос Тарифы Так в Смоленском районе Местная власть Предлагает депутатам Проголосовать за увеличение Платы за теплоснабжение На 25-30% По словам главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Баронина Чтобы решить эту проблему Депутатам нужно тщательно Разобраться в структуре Образования тарифов Чтобы аргументированно Отстаивать свою точку зрения Перед региональным регулятором Управлением по тарифам То есть нужно просто посмотреть Насколько тот тариф Который пытались Регулировать Соответствует От этого представить А так вас обманут Обманут вас На круглый стол Приехали 25 депутатов Это представители Смоленского Зонального И Целинного районов Как обещают организаторы Подобные круглые столы Справедливоросы Намерены проводить Во всех территориях края Если потребуется Помочь словом и делом Каждому депутату Справедливой России Сегодня произошел пожар На 9-м заводском проезде По информации Пресс-службы МЧС Сгорел мазут Внутри резервуара На территории предприятия Строй-Сити Сегодня в 11.49 На пульт диспетчера Центрального пункта Пожарной связи Поступило сообщение О возгорании емкости С мазутом На территории Бывшего сажевого завода По адресу Улица 9-й Заводской проезд В 12.40 Очаг возгорания Был локализован Угрозы распространения На соседние объекты нет На тушении пожара Работали 11 единиц техники 65 человек Личного состава Пожар ликвидирован Его площадь составила 300 квадратных метров Жертвы пострадавших нет Сразу несколько ДТП Произошло сегодня В Первомайском районе На правобережном тракте По направлению в Барнаул Столкнулись 4 автомобиля Сначала Ниссан Сузуки Сразу после этого РАВ-4 с Тойотой Вистой Есть один пострадавший Информация о его состоянии Уточняется Как и остальные детали происшествия Участники дорожного движения Факт налицо Не выполняют требования Пункта 10.1 Правил дорожного движения Который гласит Коротко и ясно Участники дорожного движения Водители должны вести Свои транспортные средства С такой скоростью Которые бы позволили Участникам дорожного движения Обеспечить постоянный контроль За движением транспортных средств При этом они должны Особенности груза Транспортного средства Учитывать В том числе Погодные и метеорологические условия Завершено расследование Уголовного дела По факту Резонансного ДТП В Барнауле Когда погибли Трое человек Напомню Авария произошла В октябре прошлого года Столкнулись БМВ и Рено В первом Ехал водитель и пассажир Во втором Водители Четыре пассажира В том числе Два ребенка Все погибшие В момент аварии Были в автомобиле Рено БМВ на высокой скорости Проехала регулируемый перекресток На запрещающий сигнал светофора И врезалась в Рено Сценик Водитель был пьян Из-за аварии На месте погибла Пятилетняя девочка Женщина и ее трехлетняя дочь Скончались от полученных травм Уже в больнице Скорой помощи Александр Руденко Водитель БМВ Полностью признал вину В ходе следствия Была проведена Автотехническая экспертиза Судебно-медицинская Психологическая и другие Уголовное дело С обвинительным заключением Передано в суд Санкции статьи Предусматривают наказание От четырех до девяти лет Лишения свободы Окончательное решение По делу примет суд 91-го алтайского спортсмена И тренера отметили наградами В правительстве региона Они стали лучшими По итогам прошлого года В торжественной церемонии Приняли участие Министр спорта Алтайского края Алексей Перпфильев И заместитель председателя Правительства региона Денис Губин Хотел бы вас поздравить И поблагодарить вас За ваш труд За вашу работу За то, что вы делаете Для развития Нашего спорта в крае И российского спорта За то, что вам не все равно Награды получили победители Четырех конкурсов Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края Юные талантливые спортсмены Лучшие детские тренеры И лучшие дворовые тренеры Особую награду получили Бийский стрелок Сергей Каменский Спортсмену вручили приз Олимпийская доблесть Алтайского края В прошлом году Каменский стал двукратным чемпионом мира Отобрался на Олимпиаду В Токио 2020 года Всегда приятно смотреть За результатами других спортсменов Я всегда радуюсь Вместе со всеми Достижениям наших спортсменов Читаю новости, смотрю Мне очень интересно иногда Я всегда рад Всегда рад здесь присутствовать Это прям праздник А сейчас к новостям культуры Первый в Алтайском крае Театральный перформанс По мотивам спектакля Бал в Савой Организовал музыкальный театр Действие прошло в гостинице Барнаул Так, хочется побыть бесенком Знаете что Знаете что Укусите тоже меня За барец Да Да За какой хотите Пришла весна и тепло И это вскружило голову Актерам Алтайского музыкального театра А иначе как объяснить то Что они решились на безумный эксперимент Практически сутки провести в отеле В роли персонажей Из уже известного Барнаулцем спектакля Бал в Савойе Главная героиня Мадлен Она же заслуженная артистка России Виктория Гальцева Подозревает своего мужа в измене И хочет отплатить ему той же монетой Только теперь вместо сцены У героини настоящий роскошный номер Гостиницы Барнаул Она будет изо всех сил пытаться Обольстить мужчину Который находится с ней В этом номере Соблазнить его И добиться желаемой цели Первый перформанс в Барнауле Идея режиссера Константина Яковлева Конечно, пока эти этюды не покажут зрителю Такой эксперимент лишь репетиция Это нужно для того, чтобы актеры максимально сблизились со своими персонажами Прожили их жизни практически как свои собственные Кстати, в очередном показе балов в Саввое Не в отеле, а уже на профессиональной сцене Тоже будут элементы перформанса Зрителям предложат станцевать Страстная танго с артистами Так как мы впервые вообще задумались О том, что театр должен стать еще ближе к зрителям Еще больше подарить своей любви Поэтому мы стараемся в музыкальном театре Найти новые какие-то формы такого перформанса Когда мы будем сближаться Покажут бал в Саввое 8 марта в 17.00 А перформанс с танцами устроят в честь Международного женского дня Историю любви, измены и прощения Приглашают посмотреть всех представительниц прекрасного пола Потом вы кусаете меня И все из-за того, что в соседнем номере ваш неверный любовник Муж Полина Жданова, Денис Кузьменко, новости На этом у меня пока все Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте Катунь24.ру А также в наших группах в социальных сетях Ссылки на них вы можете видеть вот здесь Что касается этого дня Его итоги мы подведем вместе с вами в 20.30 Пользуясь случаем, я желаю вам хорошего вечера Ну и не переключайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok